У нас идет все на поправку, все положительно, потому что наша федерация получила 4-летнюю аккредитацию, это уже большой успех. Мы какое-то время, допустим, остаемся на тех же категориях, либо, наоборот, переходим, например, со второй половины года, либо с 2018 года. То есть хотя бы таких вот мелочных решений, ну не решений, а информации, ее же несложно разместить на сайте, допустим, Федерации тяжелоатлетики, и все будут знать. Заработает новый сайт, это уже большое, да, большое дело. Я тебе обещаю, что на следующем исполкоме в любом случае этот вопрос будет, и я думаю, он положительно решится. Есть какие-то новости с Федерации тяжелоатлетики, потому что, когда мы с тобой в последний раз общались, прошло еще какое-то время, но, к сожалению, мы не видим там никаких шагов, ни решений, ну со стороны, во всяком случае, президента Федерации. Понятно, что он там, может быть, решает какие-то международные вопросы, а вот в плане вот России, например, вот прошедший чемпионат России, я, например, я работаю тренером, и то я был удивлен, что у нас весовые категории остались прежними, как и в предыдущем году. Хотя международная решила совсем другое, то есть не было такого неосвещения, что, допустим, мы какое-то время, допустим, остаемся на тех же категориях, либо, наоборот, переходим, например, со второй половины года, либо с 18-го года. То есть хотя бы вот таких вот мелочных решений, ну не решений, а информации, ее же несложно разместить на сайте, допустим, Федерации тяжелоатлетики, и все будут знать. Смотри, я как сейчас понял, что эта пауза была связана с тем, что, как ты говоришь, во-первых, у Максима Октябриновича Агапитова очень много, огромное количество вот этих международных проблем, которые нужно решить. Я вчера буквально разговаривал с ним, я как понял, что у нас... Они еще есть, эти проблемы? У нас идет все на поправку, все положительно, потому что наша Федерация получила 4-летнюю аккредитацию, это уже большой успех, потому что многие говорили, что нам не дадут аккредитацию. То, что на Олимпиаде мы будем в 2020 году, это уже 100%, да? Ну, 100%... Ну, я имею в виду на данный момент. Самое главное, что нам уже дали аккредитацию, самое главное, что вопрос там уже не стоит о дисклификации в 2-4 года, но по-прежнему стоит вопрос о дисклификации на один год. Но, как я понимаю, что отношения налаживаются. Максим Октябринович сумел настроить положительно к себе и президента Федерации международной, и членов там Федерации. То есть в этом направлении он работает. То, что касается российской, опять же, это все связано с тем, что не было аккредитации, никто не понимал, как, что, чего делать, как работать. Соответственно, я думаю, вот сейчас, сейчас вот уже мы должны закончить вот эту проблему с международной ситуацией, да? Надеюсь, мы нашу сборную в апреле увидим на чемпионате Европы, что они там выступят. И от этого уже начнется уже танцы в нашей России, Российской Федерации. Знаю, что скоро открытие нового сайта, и скоро, совсем скоро пройдет исполком. И как раз с этого исполкома уже появятся новые положительные какие-то новости по поводу дальнейшего развития у нас в спорте, в России и так далее. Это вот такие основные новости. Я говорю, что новости положительные, ничего прям такого негативного нет, так что мы все смотрим в будущее прям с настроем боевым. А еще маленький вопрос, когда я брал у тебя интервью, как бы, ну, я пожелание такое высказал, чтобы на исполкоме ты задал такой вопрос по поводу сохранения видео соревнований. Забыл ты, нет? Обсуждал все. Какое решение? На прошлом исполкоме настолько огромное количество вопросов было, и принятие каких-то решений, вопросов, что я понял, что сейчас в какой-то степени с этим вопросом лучше не лезть. Но я тебе обещаю, что на следующем исполкоме в любом случае этот вопрос будет. И я думаю, он положительно решится, потому что нет никаких. Потому что иностранцы с Англии, товарищ, та Россия, которая прошла, он ее отредактировал и размещает у себя на канале. Хотя то же самое могла сделать Федерация тяжелоатлетики и разместить. Ну, опять же, я вот говорю, что я знаю, что идет работа и заработает новый сайт, это уже большое, да, большое дело. Но самое, мы знаем, что самое главное не просто сайт открыть, а его информировать, да, чтобы его заполняемость. Ну, соответственно, я думаю, что будет какой-то человек привлечен, не просто будет Надя Назарова сидеть и что-то выкладывать. Потому что все понимают, что она не успевает физически, да, тут нужно посадить именно человека, который будет отвечать за это. И вот все, о чем ты говоришь, вот это реализовывает. Спасибо, будем жать. И спасибо за интервью. Спасибо. Спасибо тебе. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok